Все ваши черенки, абрикосы успешно привиты, перезимовали. Персик пробовал привить на овощную вишню, но вишня погибла и ничего не получилось. Так, смотрите глаза, как вы погубили овощную вишню. Ее убить-то невозможно. Вы знаете, что есть вещи, загибая пальцы, вишня степная, вишня овощная, я уж про кустарники не говорю, манджурский абрикос, руби-не-руби, он все равно вылезет из-под земли, если вы ее не изгноили, там неправильная посадка. Вот. Китайская слива, руби-не-руби, она тут же в метрах все равно вылезет. И получается как? Наверное, что-то было не так, что у вишня, которая должна служить, была, как бы сказать, фундаментом, а вообще фундамент разрушен. Конечно, наружу в фундаменте дом не держится. Жаль. Так, из косточек абрикосов уцелело только два сеянца. Хочу купить вашу книгу и семян для выращивания по двое абрикосов и черешни. Вот. Это у меня все есть. И книга есть, и семена есть. Вот. Сейчас привой абрикосов и черешни есть, не знаю, почему не простает семена нашей вишни из сибирской штамбы, а также сливой венгерки. Может, они у нас не возревают? То есть, раз у вас не возревают, значит, вы проместные имеете в виду. Насчет не возревают, я за это слово зацепился, поэтому это письмо здесь опубликовал. Что значит не возревают? Вот. Ну, если вы сами собираете, вам надо выбирать. Вот. Иван Санна подтвердит фотографию. Опять же, не готова. Вот. Все не разместишь. Вот. Сотни килограмм мякоти гниют под деревьями, превращаясь в удобрение. Выбора нет. Или мякоть, или косточки. Все вместе нельзя. Рано соберешь или потрясешь, косточку можно выбрасывать сразу. Вот и получается. Не возревает? Ждите, упадет, перегниет наполовину. Поднимите. Морови сейчас сидят там. Помогут. Вот. И тогда поднимите. Семенами груш вместо дички все получилось. Пороси семена и привить. Получились отличные саженцы. Так вот. То есть, видимо, саженцы есть, вам нужны черенки. Мне некоторые готовы сейчас деньги слать, а я говорю, нет, черенки. Дожить надо только в ноябре. Вот. Хочу получать хорошие деревья, которые будут радовать мне, друзья, долгие годы. В общем, вы поняли. Семена должны вызреть и перезреть. Вот. Статификацию вы проводили, не проводили, непонятно. В общем, получается, что пока у вас успехи не очень. Вот так. Ну, теперь, теперь Сергей. Вот они, ваши абрикосики, первый урожай. Вот они. Ага, еще перед этим, вспоминаю этот забор. Видимо, еще годом раньше что-то было. Ладно, в общем, спасибо за отчет. У меня таких надо побольше. Вот. Теперь, мне, я не помню, как получилось. И сотен писем, каждый прочесть не могу. Мне задавали вопрос. Как выкопать саженец, чтобы не повредить? А я уже, ну, не может человек все 300 фильмов, 400 моих видео. Я опять нашел эту фотографию. Вот так ставится лопата. И вот так по кругу, каждый раз, вот на одной оси. И тогда саженец, практически корни неповрежденные. Стоит лопату вот так повернуть поперек, все корни пообрубайте. К тому же у людей такая болезнь, если выкапывать крупные саженцы. Очень важное письмо Андреева. Смотрите, черенки в 2012 году привил на сливу. Вот это важно. Сеянцев не было, но я понимаю, абрикосов не было с сеянцев. К тому времени, в общем, у меня прижились 5 прививок. В этом году зацвели, дали плоды. Честно, не знаю, что за сорт, так как были под номерами. Вот. Теперь, это еще не все. Видимо, он подражал, что это мои черенки. Но потом пишет. А дальше любоваться будем. Валерий Константинович, черенки 17-го года. Бродского. Я выяснил, брал Латинкова. То есть прошли через Бродского, потом Латинкова. И вот что получилось. На вкус сладкие косточки отделяются хорошо, с покупными не сравнить. Отправляю фото и место прививок. Почему это очень важно? Во-первых, любуемся место прививок. Сколько раньше, говорю. Вот. Здесь абрикосов же обгоняет селеву, он еще малый молод. И, возможно, через несколько лет он погибнет. Это обычное явление. Вначале на плоды будем погибать. Примовались. А это вот такие у Бродского. Вот. Вот. Видели красавцы? Вот они. Вот они. Ну, прощите из Латинкова. Это тоже что-то добавляет. Теперь смотрим самое главное. Итак. Прививка абрикос на сливу. Опять. Я все про то-то подумал. Надо продолжать эту линию. Уже есть и взялись. Вы можете тысячу абрикосов посадить, косточек, сделать тысячу прививок, получить тысячу саженцев и продать. Все. Абрикос на абрикосе. Но если вам повезло и у вас это явление нечастое, я рассказываю про себя. Я молодой садовод. У меня тоже не было абрикосовых подвой. Я тоже прививал на сливу. Десять привил. Восемь пошли. Через год семь. Еще год шесть. Еще год пять. Года три-четыре плодоносили две последние абрикосы на сливе. Те уже были мертвы. И, наконец, они погибли. То есть у них срок жизни оказался десять, примерно, лет. Новичок я был новичок. Так, может, и это тоже сказалось. Через несколько лет у меня абрикосов на сливе не было. Тогда я не был такой шибко умный. А это сейчас говорю. Продолжайте эту линию. Вот именно вот эту сливу, именно эти косточки, вы можете постепенно их сблизить. Итак, абрикос становится меньше росточкового. Это не беда, но это все равно не эти дурацкие карлики, которые овечки доли, помните. Вот. С одной стороны. Вот. Каждое следующее поколение будет сродняться, сродняться. И, наконец, сливы и абрикос. Эти сливы все, чтобы были желательно с одного дерева. Или прямые потомки. Это по железу. Так. Один из моих этих постулатов. И веточки все с одного и того же дерева. Или прямого потомка. И у вас будут прекрасные деревья, которые что? Которые с невыпреваемые. Сливы выпарят. Очень трудно. Это надо специально гноить. И она может даже постепенно гния, гния, гния. Даже может существовать 10, 20, а то и 30 лет. 10 лет 20, это где сыро, а 30, где сухая. Ну, более сухой климат. Или там холмики. Или там эти гряды. Или складки местности. Вот. Перспектива большая. Рано или поздно, когда они до конца сродняться, у вас выпривать будет нечем. Ну, сливу замучився выпривать. Так. Вот. Он не будет обгонять при таком росте. Видите, тут больше, чем я рекомендую. Привито. Но. Уже вот этого различия не будет. Обгонять будет, может. Но, скажем, поколениям все роднее и роднее. Обгон все меньше и меньше. Срок жизни все больше и больше. Вот. И я хочу вам сказать, Виктор. Вот. Если вы будете питомниководом. Если вы хотите, чтобы у вас саженцы не проклинали, как вот они проклинают, то берет интернет в магазинах. На самом деле, южная. С самых южных краев. Вот. Из тысячи тысячи умирает, чтобы так не было. Вот. Вот эту линию продолжайте. Раз. Вот так же, как вот и в предыдущем случае. Ну, уж получилось. Помните, роскошные абрикосы 100-граммовые, привитые на терн? Я всегда считал, терн это небольшая слива. Это как дикая слива, да? Но у человека же получилось. Это я вспоминаю это. Дальний Восток, ой, Калининград. Вот еще один случай. А вот и результат. Вот сюда надо вам двигать теперь. Не абрикосно абрикосе, абрикосно сливее. Потому что, возможно, ваш хряк все плавает в этих лужах сырости. Еще, пожалуйста, письмо. Хочу поделиться хорошей новостью. В нашем Мариинском крае первый раз заплодоносил абрикос от железа Амур. Жаль, что это не мой абрикос. Это самое смешное. Это абрикос моего друга. Мы все вместе заказывали. Это как закон подлости. Я сколько раз. Вот как подарю кому. Все, лучше, чем у меня. Уж казалось бы, лучше. А еще лучше, чем у меня. Вы знаете, что мне сказал Чернобай? Где я был, я обещал приехать к нему, не приехал. У него бай получился, это самое, крупнее академика полтора раза. Я говорю, а где он сгнил? Вот так. А почему? Потому что откуда у него этот бай? Ясно от кого. Вот. Когда от души все получается. И так, у моего друга участок с домом в черте города на возвышенности. У него на участке заморозок в весенне был слабее. Радостно еще, еще более, что этот абрикос привитый вами на маньчжурский абрикос. Так это Сергей Аштоль получается, а не мой. А какая разница? Все с железом. А не натерт, как делаю я. Или сливу, или лучу, как делаю для продажи питомники. Вот когда питомники прививают абрикосы с ел лучу, купель и сразу выбрасываете. Изувеченный штамп, прививка почкой и высоко. Урожай не очень впечатляет, а пылять на предсветение особо нечем. Ну, смотрите, прекрасный. Неизувеченный. По-моему, посадочка на холм. Все как у людей. Ну, пожалуйста. Скромный, но с вкусом. Так, Елена Александровна, для вас фотография. Признаете, нет ученых из Барнабула? Я уже выяснила, кто это. Кто это? Рамиль, его зовут. Да, ну, моей памятью. Поздоровались, он назвал имя. Вот. Привез Турсунда Скобила, кандидат наук, бывший за ВЛАП. Ну, ничего, толковый мужик. Знаете, почему толковый? Раздавленные собирал. Краман? Да. Молодец. Мне такие нравятся. Спасибо огромное за это видео. Наконец-то люди показывают саженцы из костей железного. А то я переживаю, что только мои три с половиной месяца впереди еще прививки. Ну, вот видите, то есть, это Наталью вдохновило. Цветет обильно абрикос ананасы, но плодов мало. В чем причина? И у меня есть статья, там 10 причин, но вы представляете, я себе начну эту тему. На ней и закончу через час. Поэтому я коротко ему ответил. Нет опылителя, и опылители генетически несовместимы. Раз. Подмерзание. Само собой, те же самые. Некому опылить мало пчел, это холодные весны бывают. И еще. Если вы обратили внимание, дальше, так сказать, не для протокола. Мы с вами ходили, у нас с вами везде преграждали дорогу, вот буквально. Только пчел, мы еще ошибались, что на одном дереве растут огромные плоды и мелкие, да. Переплелись все кроны. На данный момент, учитывая вот эти сумасшедшие урожаи, вот это вот невольное затенение, минус, так. Значит, нижние ветки отрезали мы, они полностью, 100% без солнца, а у них тогда фотосинтеза нет, листьев нет, и ветки умирают. Мы с вами отрезали. То есть это минус. А деревья выше, выше, выше. А он уже увеличивается. Он увеличивается, как, за счет того, что опылители, они не только вот там, как пишут, ну я не шучу, значит, цитирую классиков. Когда пишут, что между рядами 6 метров это нормально, между деревьями, допустим, ну средние, они все рослые. Яблони, груши, абрикосы, они рослые. Вот, пишут 4 метра обычно, 5 метров внутри ряда, то есть это. Вот. Я даже читал 6 метров внутри ряда и в междуряде 8 метров. Но я понимаю юг, но они пишут, ну и написали бы для Казахстанского края, там огромные деревья, он Курдюм показывал мне. Вот. Огромные деревья. У них кроме канала не сомкнулся. А у нас что такое, север, это подмерзание почек, не всех, но уже есть, там заморозки, так, значит, мало пчел, так. Ну Сибирь и север, это понятно. У нас, я говорю один раз, когда мне, ну все понятно, черемуха цветет, значит, из-за этого холодно. Я говорю, давайте всю черемуху спилим во всей России, у нас сады будут это, ломиться от фрукта. Черемуха, когда засветает, и как раз в это время у нас... Обычно заморозки бывают. А что получилось? В этом году вообще не было пчел. Вот. Когда наступило лето, я посмотрел урожай абрикозов, и кто видел мои фильмы, мои вебинары, я на всякий случай жрался, вы знаете, урожай будет хреновенький, это... Вот, не видно, а у них кроны, они получились цветы разных деревьев, не на расстоянии двух-трех метров, не на расстоянии цвета, а они так вот, понимаете, когда сам себя опыляет, у него от пестика до точинки миллиметр, два миллиметра, да? Так ведь? Ну да. Вот. А тут метры. Вот, человека ни хрена нет, плодом мало пишет. Вот. А подсаживать ему надо, совет какой, другие сорта. Ну, я не говорю, что надо садить в двух метрах. Вроде бы сильно близко, вроде бы в современном мешать будут расти. Я предлагаю другое. Садите через два метра, это сильно часто, это опасно. Через метр, через пятьдесят, садите семечками, вот, косточками. Пройдет время. Один не взошел, значит, уже не полметра, а метр. Один замерз, другой, уже полтора метра между ними. Вот. И дальше получается вот такое столпотворение, как у меня. Уже саду, там, где мы были, вот где главное, это где-то лет пятнадцать этих деревьев, там, где, это самое, и сумасшедший урожай. И не совершенно не помешало вот это вот, то, что где-то показывали. Там где-то два дерева, шестьдесят сантиметров. Еще пара деревьев, метр, метр двадцать. Там два метра, три метра. Но они же, а рука в свое время не поднялась, вырубит, а, видимо, у загущенной посадки, а ключ к урожаю, наверное, статья есть. Это давнейшее наблюдение. А сейчас это подтвердилось. А вдруг я ошибался. А вдруг саду за эти годы погиб. И получается, я со своей статьей той, загущенная посадка, ключ к урожаю, вдруг болтал. Уже сколько прошло лет? Уже загущено страшно. А, несколько яблонь выдавили. У меня же там был питомник. В наглую абрикосы выдавили. Ну, что делать? Вот сейчас еще две яблоки последних спилим. Ловить нечего. Сто процентная тень. Куда им угнаться? Они же у меня на подвоях, на этих. Не на карликах, а на прикорневых. Ну, в общем, как мог ответил. Опять разговаривался. Вот. Ну, Вера Васильевич, узнаете? Это ваши абрикосы. Так. Вот тут два таких противоречия получилось. Значит, два письма. И, к сожалению, в разное время, а найти письмо, когда у меня сотни тысячи. Вот. Значит, я получил письмо из Белоруссии. Может быть, это реакция была на мой фильм, где я критиковал местные питомники, которые полностью перешли на импортную дрянь. Я про белоруссию. Для меня белорусы и русские это одно и то же. И здесь тоже много в Сибири. И дружил с белорусами сибирскими. Вот. И получилось так, что человек пишет, или реакция была. У нас в этом году, пишет Белоруссии, с овалом, и дальше перечисляет с явлением груши, что удивительно, абрикосы. Б. СССР, местные абрикосы, экзотика. А, говорили, товарищ писал, что ломится. Как и грецкие орехи. Даже лещина и фундук. Ну, что это так? Они же в лесу растут, как тут-то? Может, детство я провел на Украине. В лесу же этого добра. Перевели людей на одну картошку. Ну, Белоруссия. Достали. Собственно, тоже и с вишней, черешней, сливой, алычой, грушей. Оно понятно. Все фрукты, кроме яблок, груши, плохо транспортируются. Но раз вам не выгодно, дайте людям нормальное саженце. А, вот тут, знаете, даже я скажу, не дождетесь. Так это аферистам отдано. Так боятся, что будет конкуренция импортная, откатывание получат. Вот, выбирайте. И так, Белоруссия ломится. А почему я говорю? Пришлете мне фотографии ломящихся абрикосов. Или пришлете фотографии мертвых саженцев. Вот, которые из этих же питомников. Ну, ясно. С Польшей может плодоносить? Кто спорит? Ну, все прекрасно. С Польшей получили саженцы. И они прекрасно, а свои, свои. Свои просто перекупщики. Понятно, да? Ждем известий дальше. Меня задело то, что они, это... Знаете, когда российское сельхоз, этот самое, этот, министерство и белорусское, они такое впечатление, у них в советских рынках одно и то же. Потому что одна и та же фраза. Мы придаем большое значение развитию. Сейчас уже никто не говорит. Как бы отчитываться, отчитываться передо мной. Ну, то есть, тысячу писем приходят, и они... У них одна и та же форма. Мы придаем большое значение, а там прошли так. Меня куда отправили? В этот самый, в Минсельхоз советский, русский. В Северокавказский, а это знаете, где он находится? В Северокавказский институт. Да, 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 да. Да, чтобы испытывать эти. Мол, к ним обратитесь, они, как будто я с протяжкой рукой. Так, Абрикос Мичуринский. Чудо и чудес. 102 грамма. Вот. Находка номер один. Потому что к этим академикам мы привыкли. Но Мичуринский удивил страшно. Обычный урожай, таких, наверное, деревьев 30-40. Что с ними делать? Сами понимаете. Вот. Насчет формы. Разлапился вот так. Естественно, ни разу не обрезал. Потому что обрезка губит даже вот такие. Вон уже. Это сын Манджурца. Второе. Смотрите. Это тоже сын Манджурца. Они родные братья. Ну, как родные? Нет. Они сродно говорят, да? Они с одного дерева косточки. А пылили их разные. Смотрите, форма кроны. Я к чему говорю. В науке есть такой термин. Называется расщепление свойств. А вот это вот. Он же. Плоды два раза крупнее. Сваще. Форму видели? Вертикальная. Вертикальная. Еще раз. Вот такие чудеса. А это, ну, сродные братья. Папа явно разная. Вот. Я почему это еще раз. Ребята, вы мне будете покупать косточки. На нем будет написано. Номер один. Сын номер два. Сын номер три. Сын номер... Сын вкусный. Сын скороплодный. Вот. Красный. Вот. Поверьте мне. Сразу говорю. Можете меня считать за материстом. Можете даже за какого-то фантазера. Только не за мальчика. Вот. Что вот с этих косточек вырастет совсем другое. А вот с этих тоже совсем другое. Не повторяют свойства. Не повторяют. Не нашли мы двух одинаковых. Не нашли. А еще меняется каждый год. У меня этот один становится из желтого красный. Другой из красного желтый. Третий укропнулся. Четвертый умельчился. Вот. И в этом вся ценность. И вот мой совет. У меня будет написано. Номер один, номер два, номер три, номер четыре. Сеен самура. Номер один, номер два, номер четыре, номер четыре. И так далее. Вот. Берите. Знаете что? Ассорти. Там, где все косточки перемешаны. И вот тут ждите чудес. Вот это хотел сказать. Так. Ну, форма деревьев. Это ради того, чтобы показать. Если бы я придерживался и делал, когда был молодой саженец, до метра бы. А я вам еще покажу такие примеры, как учат. Что до метра надо, чтобы был штамп. Этого дерева не было бы в живых. Да, занимает много места. Но у него-то средний вырожай по двадцать ветер. Здравствуйте, Валерий Константин. Спасибо за ваш труд. В семинарах, к сожалению, сушим записи. Они у меня оплачены. Я вечером в субботу в храме. Алиптина. Смотрите. Скорость амора сто. Рыжего шестьдесят. Баев шестьдесят. Ну, что я скажу. А вот вишни черешни, ну, никак не идет. Я очень давно привезла желтую черешню от мамы из Казахстана. У меня так и растет одна, ничего не боится, она пылит или нет. Да, желтая одна не будет подносить. Чуверство есть. Меня спасает только одно. Я садил густо и все до кучи. Вишни черешни, вишни волочные, вишни штамповые, вишни лучшие, вишни степные и всевозможные. А еще жуковскую, привитую жуковскую. И у меня получилось, так как знаете, все в куче. И нет у меня такого, чтобы не было урожая. Только не каждый год черешня, потому что убивает заморозки. У меня самые нежные цветы. А вишням не было года, чтобы я без вишни был. Даже роскошные каждый год. Садите как можно гуще. Как можно гуще. Так, Троценко мне переслал еще одно письмо. Добрый день. У персика отлонилась ветка. Очень ценное письмо. Много было плодов, была подпорка, но при сильном ветре вылетела. Держится ветка на коре. Мы ее подвязали к стволу. Можно ли замазать глиной с навозом? И перебинтовать. Есть и шанс спасти ветку. Спасибо. Пишу. Ветку жестко зафиксируйте. Отрежьте верхнюю половину, так как всю уже не выкормить. Аккуратно замажьте рану садовым варом. После фиксации. На фото, как я спас абрикос от страшнейшего разлома. Потом, к сожалению, не догадался. Вот эта вот ветка лежала на земле под грузом урожая. Я не формировал. Вот здесь рана была полностью вся открыта. Я ее вдвоем со страшной силой подвязали. Так. Даже не замазывал. Сейчас на этой ветке полно плодов. То есть я спасал не эту ветку. Подумаешь, там лишняя ведерка. Я спасал дерево в целом. И спас. Спас. Вот. Поэтому вы все делали правильно. Только не надо гадить это этим самым. Вот. Ну, пепел. Почему еще говорят? Якобы навоз. Но не любой навоз. Якобы он обладает антисептическими свойствами. Не знаю. Пепел точно обладает. Рану пеплом посыпают. Ну, да. Рану пеплом посыпают. Так. Прибинтовать, да. Еще раз говорю. Обрежьте капитально. Хотите спасти дерево. Из-за этой раны вашей, вашей. Вы фотографии не прислали. Из-за вашей раны может все дерево погибнуть. Да, так можно спасти. Потому что была бы рана, я бы ее обмазал бы. Она бы у нас гнила, и дерево бы погибло. Я спас. Горжусь этим. Так. Это мы. Так и не сделали фильм. Я прошу прощения. Но у меня есть этот фильм. Вот он, видите. Похожий. Спасите наши души. Еще раз. Значит. Люди усталые, с похмелья, не выспавшиеся. Источник повышенной опасности. Не просто на дороге. А из-за гипотогенных зон. Внимание. Специально говорю еще раз. Ничего не показываю то, что внизу. Несколько аварий видел. И по местному телевидению. И все жаловались. На какую-то секунду крыша едет. Даже у здоровых людей, а не алкоголиков. Вот. Прошло время. Вот. Я начал за этим бороться. Я начал узнавать. Я начал расследовать. Я начал, значит, все проверять. Я обратился к телевидению. Оказалось, что им не надо. Уже после этого, как хотел я спасти, чтобы было вот это вот самое. А тут нету сейчас. Ну, чуть ниже. Вот. Москва показала еще в этом месте аварию. Которым я говорю. Вот. С трупами. И вот это место. Ничем. Никто не снижает скорости. Я недавно догадался, что в интернете набрал аварий в Саиногорске. Смотрите. А когда вас бы совершенно ровно, да. Это уже после того, когда я колокола бил. Когда я обращался к Путину. Когда я это самое. Спасите наши души. Там тысячи просмотров. Вот. Мы живем в такой стране, где на нас начихать. Смотрите. Только в этом месте. Видите эту стелу? Вот. Кто знает, где эту стелу? В этом месте. Смотрите. В этом месте. Вот. А теперь смотрите к нам ближе. То есть до сих пор и никогда. Я боюсь, что мы потеряем еще тысячи жизней. Тысячи сирот. Как тысячи? Десятки, сотни тысяч. Если брать за десятилетия. Сирот. Могил. Горе. Только потому, что никто не знает правду. Вот. Что можно. Вот допустим. Я к Есереву обращаюсь. Он самый такой деятельный из моих помощников. Вот этот кусочек. Начиная вот с этого. Вырежьте. Ну, как это. Потом, естественно, он попадет ко всем вам. Рассылка. Ну, так трудно, чтобы сто человек одновременно послали в Академию наук этот фильм. Вот. Потому что... Как? Я... Ну, такая беспомощность. У меня же когда-то руки могут опуститься. Ну, почему я один воюю? Почему я знаю правду? Почему я в этом фильме... Я же ездил, это самое... Все это проверял с рамками. Ходил, ездил на машине на малой скорости. Вот. Все это правда. Статистика страшная вещь. Вот. И вот это направляется к отношению власти. Они не дураки. Нет. Они даже не предатели. Они не эти... Самые... Не убийцы. Они просто не ведают, что творят. Их мироощущение, их сознание, вот той элиты, которая сейчас, она за пределами этого находится. Самое интересное, я вот, понятно. Представляешь, один губернатор разбился, второй разбился, третий разбился. Вот, чинов поменьше, а они же тоже гоняют, им же плевать на эти, да? Скоростой режим. Кто там? Зам губернатор. Или тоже по полной кладбище. Они не виноваты, они просто... И не дураки, они просто не в курсе. А им приказать может только один человек. Еще раз, ребята, я вынужден на этом акцентировать. Нахожу похожую публикацию на моей же. Я же печатался до этого. Вот. И там областной город, человек, который тоже придумал, посмотрите, как это, что должно останавливать людей. Это мое. Это мне Денисенко нарисовал. Идея моя, череп кости. Вот. Его исполнение. За это ему надо госпремию дать. Потому что, знаете, а у него, у этого товарища, капля, такая яркая, красная капля крови. Большая такая, выразительная. Вот. Ну и остальное так же. Энт, местная ГИБДД. А ему говорят. А вы знаете, что каждый такой щит стоит сотни тысяч. Это, конечно, прелесение. Но типа пошел, то есть за свои деньги ста. Кстати, кто бы ему позволил. То есть у нас два таких городских сумасшедших в нашей стране. Как минимум два. В каждом городе есть биллокаторщики. В каждом городе, между городами, есть кладбище. Дороги смерти. Они официальные. Весь интернет забит дорогами смерти. Ладно, пиодин. Там сотни, если не тысячи примеров. Дороги смерти. Стоят и идут эти самые. Перенесите, уберите дорогу. Обойдите эту зону, да. Но это же деньги. Или хотя бы вот это нарисуйте, чтобы они уже плавненько ездили. Потому что такой плакат напугает кому угодно. А этот? А этот. Они же его нарисовали, куда он делся. Они же нарисовали этот самый плакат-то от отчаяния. Потому что они знают, здесь гибнут люди, бьются машины. Портится их статистика. Ну кого хоть одного задержал? Они же не могут написать 40. Люди будут в висках крутить. Дорога чистейшая. А кто в зонах этих понимает? Вот этот эмоциональный рассказ. Сегодня я весь на эмоциях. Вот. Пожалуйста, это самое. Дорогой друг. И не вы один. Даже если три человека этот разместит на разных аккаунтах, по-своему обзовет. 30 человек. 300. Вот что нам надо. Ну иначе они достучатся. Только один человек в стране может дать команду. Вот. Но до него же не доходят. Его же оберегают. Ну. Это после того, когда я уже фильм сделал. Уже. Ну что это. Ай. Все. Проехали. Ну. И вот эти трагедии только из-за этого. Страшная геопатогенная зона. Уж поверьте белокатовщик. Геопатогенная зона в нашей жизни. Участок соседский. Не дострой. Гигантской высоты. Шестиэтажный дом. За 20 лет поднялись эти. Тополя. Прекраснейшее место. Слева. Растет десяток сосен. Им уже по 30 лет. Не дичают. Урожая. Каждое по 5 десятилетий. Слева. Китайки. Справа. Вот. Вот это вот. Прямо вот отсюда. Вот это вот. Слово место. Вот этот участок. Страшнейшая геопатогенная зона. Пробовали садить картошку. Не растет. За эти годы. Не выросли из тех, которые называются самосев. Вот это тоже самосев. Все тут сплошное. А все это. Вот. Вот это. Рядом. Прекрасная почва. Вот это. Почва негодная. Поставить здесь дом. Хоть дом угадали где ставили. Правда не достроили. Да. А если бы достроили. Поставить здесь. А вы знаете. Еще так. Для общего развития скажу. Вы знаете откуда берется понятие черная вдова. Кто-то валит на женщин. Пожила с мужиком он умер. Пожила с другим он умер. А ничего. Пожила с третьим умер. А теперь представьте человеку. Что на одном и том же месте. Они живут. И каждый раз к ней в дом попадает мужчина. Каждый раз попадает в геопатогенную зону. Начинает гаснуть. У нее просто дом не на том месте. Семь несколько лет. Да. Дом не на том месте. Кровать на том месте. А. И восприимчивость к геопатогенным зонам совершенно разная. У женщин и мужчин? Нет. У разных мужчин? Нет. У женщин и мужчин есть биополе. Мы до этого не дошли. Елена Александровна. Представляете. Когда вы там. Через 10 дней. Через неделю. Давайте доведем дома. Итак. Каждый человек обладает биополем. От нуля. До нескольких метров. Причем от ноль. Это у людей. Камп. Или как на нашем заводе. Там. 175 тысяч. Этих самых. Ампер. Ток. Его снимает. Биополе. Ну как. Наждаком сдирает. Там. У них нету биополе. У больных нету биополе. А. Многих от рождения нету биополе. И тут же рядом. Метр. Два метра в диаметре. 3-4-5. Это экстрасенс. Чем больше. Тем ближе к экстрасенсу. Эти люди могут повлиять. Разозлился на тебя. Прощай, Вася. Вот. Значит. Любят тебя. Тебе комфортно. Он делится энергией. И. Защита от этих. Природных гипотогенных зон. От компьютера. От. Тока высокой частоты. Сейчас же по всей стране же понаставили этих вышек. Здоровья уже не будет населения. Эти. Самое. Да. Страшное излучение идет. Оно сродни. Родственное нашим. Потому что. Это не электромагнитное излучение. Вот. Вот эти вот вышки. Которые работают наши. Телефоны. Мобильные. Еще страшнее эта вещь. И это все. Компенсируется только на личном геополе. Если это черная вдова. Женщина с большим полем. Рядом на этой кровати лежит мужик. Один помер. Второй третий. Заработал звание черной вдовой. Причину никто не знает. Это. Хотите вещь. Хотите нет. Вот. Но я столько уже намерил этих квартир. Так. Осталось 15 минут. Если это. Что делать. Деградация мужчин. Продолжается. Можете со мной не соглашаться. Может вам повезло. Половые. Это я пишу. Я собирался статью писать. Начало. Половые органы мужчин вынесены наружу. Хотя это смертельно опасно. Было. В условиях выживания в древнем мире. Это беззащитность полная. Но все равно снаружи. Причина. Особое условие созревания сперматозоидов. Пониженная температура личика. И постоянное взбалтывание. Иначе. Дорог детей не будет. Дальше. Я не буду сейчас. Вот. Вот это вот. 600 миллиардов миллионов сперматозоидов. Это такая. Расточительство. Только ради того. Чтобы. Один самый здоровый. Попал по назначению. И родился здоровый ребенок. Больше 600 миллионов нету. И не будет. Благодаря. Друсам. Плавкам. Извините за эту тему. Вы можете прямо сейчас отключиться. Вот. Все начинается с памперсов. Ясно? И заканчивается вот этим. Значит. Процент. Геев растет. Причина. Я только про мужчин. Про мальчиков. Процент геев растет. И вырастет. Когда-то. Они уже правят миром. Кто не знает. Но у них своеобразная психика. Вот. Поэтому. Примеры хотите? Ой. Какой-нибудь хам бьет женщину. Убивает. Вокруг мужчины. Ну то есть. Люди в штанах. Ну дальше не буду. Прочете вот это все. Так. И только мне удалось. Единственное. Когда. Это я давно знаю Исаак. Ну знаю. Потому что. Вот знаю все. И трудно догадаться. Для чего. Это. Вынесены полуорганы наружу. Дурак. Кто-то поймет. Вот. И только в одном случае я прочитал. Следует. Кроме меня. Отказаться от тесного белья плавок. Перейти на классические семейные трусы. А я вам добавлю. Вот. А кстати. Чтобы те стиклы не прижимали стволы. Я вам добавлю. Ходите. Не в семейных трусах. Ходите вообще без трусов. Вот. Это не те времена. Когда трусы были обязательно. Как это самое. Как нательное белье. Вот. Я мужчинам говорю. А то скоро уже не останется никого. Что такое слабый мужчина? Это тот, который прошел весь курс от этих. От. Самых памперсов. Закончил плавки, которых он смотрит самовыжественно. Так. Вот. Он уже никогда не будет настоящим мужчиной. Потому что у него. Мало вырабатываются мужские гормоны. Он об этом не знает. Мужские гормоны это. А. Здоровье. Б. Ум. В. Выносливость. Так. Нет. Г. Смелость. Храбрость. Вот. Нету мужских гормонов. Или мало их. Это что? Это такое. Уже не он. А где-то оно. Вот. Не годен ничего. Это семейные измены. Это презрение окружения. Это отворачиваться там, где ты должен стать мужчиной. В общем, я вам все это наговорил. Только для того, чтобы поверить, что это все серьезно. Вот она. Нужна температура. Я уже взял из этого. Из официального справочника. Вот это я от себя писал. Потом плюнул. И полез в это. В интернет. Нашел. Вот это я нашел. Вот. Нужна температура. Нужна градуса ниже. Обеспечьте температуру своим детям. И у вас будут вырастут мужчины. Почему этого не проходит в школах, на уроках биологии? Вот. Почему об этом, когда приходят, жалуются к врачу, врач не с этого начинает? На тебе трусы? Снимай трусы. На детей жалуйтесь. Так они растут так, какими инфантильными. Инфантилизм погубит на... Я первое сказал. Первое, что нас погубит, это доверчивость. Главное, национальный мужчина. Но это наше уже навсегда. И через тысячи лет наш народ будет такой же. Это наши черта. Она сродни доброте. Она сродни вот этого доверчивость. Это как сродни доброте. Ну, то есть, доверчивость, человек, он всегда добрый. Поэтому мы так и живем. Хреново. Вот. А здесь другое совсем. Здесь речь идет уже о физиологии. Вот. А физиология, это такая вещь, которая... Так, мы были когда-то... До нас было побольше шерсти. Вот. Образ жизни. Съедят, убегай. Хочешь кушать, догоняй. Все трясется. Все, что надо, трясется. Вот. А теперь то, что случилось. Идет деградация уже всего генофонда. Все. Достаточно, сказал. Остальное прошуете сами. И запомните про эти два градуса ниже нормы. Не будет этого. Я еще... Ну, не могу отказаться от мысли. Ну, я сам знаю два таких случая. Бесплодие. В одном случае яички оказались внутри тела. В другом случае операцию сделали. Но поздно. Где-то на третьем году. И тоже бесплодие у мужчины. Но ведь когда ты одеваешь плавки, мальчик одевает плавки, это не то же самое, что яички внутри. У них же температура получается та же, что у тела. Еще раз. Два градуса. Вот. И когда-то, я надеюсь только, что где-то там наверху хоть один умный человек. Это не моя проблема. И не проблема там нескольких человек. Подумаешь, там нескольких человек... От рода должен быть слабый, но он станет геем. Пронося всю жизнь тесные трусы. Но сильный мужчина не будет никогда у нас. Побрем и пропадем из-за этого. Сейчас никто не знает, что такое мужчина 300-500 лет назад. Сгорела Москва. Через год полностью отстроена. Сейчас сгорела и будет. Жди, когда тебе построят дом. Ну что. Еще одна эта самая. Маленький фильм. А может быть смеются надо мной. Я сам не знаю. Так. Все. На сегодня достаточно. Вот дебильная посадка, которую... Ой. Сколько погубили деревьев. Сколько труда. Знаете, как называлось это, нет? Такая нарокская ладочка. Да, да. Очень прекрасно, помню. В старинных журналах. Это же ужас какой-то. Я уже это хотел на другую перенести. Это ужас. Ну неужели непонятно. Наклонишь дерево, оно выпрямится. Да ты его сохранил в таком состоянии. И же не зря подвязывают к этим. Железобетонным столбам вертикальное подвязывают. А тут один удачный снимок, все в плодах. И давай калечить деревья. И давай. Ну что? Да. Все. На сегодня все. Вот. Если в первом приближении, то груша переспела и перее... Самая... Сильно насыщена влагой. Уж где-где, но в костроме, наверное, дождей хватает. Обычное явление. В данном случае я вижу механический этот... Как его назвать? Ну, то есть повреждение механическое. Это не болезнь. Лопнуло и лопнуло. Обычное явление. Лопнуло и лопнуло и лопнуло. Лопнуло и лопнуло и лопнуло и лопнуло. Лопнуло и лопнуло и лопнуло и лопнуло.